Название канала аниме новости от Аликсаб говорит само за себя. Аликс расскажет вам о самых интересных новинках из мира аниме индустрии. Новости выходят довольно часто, и вы всегда сможете узнать для себя что-то новое. Так что обязательно заходите на канал, подписывайтесь, смотрите видео и ставьте лайки. Ссылка на экране и в описании под видео. Приветствую, друзья, с вами лейтенант армии самообороны Натсу. Сегодня я такой, и да, я вернулся, так что поехали. А летом того года вышло очень крутое фэнтези аниме, мимо которого я не мог пройти стороной. Я уже рассказывал о нем кратко в обзоре на аниме новинки лета 2015, которые вы тоже можете посмотреть, перейдя по ссылке. Имею в виду я, конечно же, аниме Врата, там бьются наши воины, которые являются адаптацией одноименной манги, которая в свою очередь сделана с Ранабе, автора Такуми Яная. Но говорить я сегодня буду именно о аниме, так как мангу и Ранабе я не читал. Но знаю, что некоторые фанаты были не очень довольны, что какие-то детали были изменены. Но это же, как нам уже известно, нередкость при создании аниме-экранизаций. Так что первоисточников мы сегодня не касаемся, а начну и как обычно с сюжета. В Токийской Гинзе волшебным образом открылись врата в другой мир. И как только это случилось, оттуда хлынули орды захватчиков, рыцари, орки и различные чудища не из нашего мира. Но не тут-то было. Силы самообороны Японии без большого труда отразили натиск и приготовились воевать на чужой земле. Однако даже худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому земляне основали в новооткрытом особом регионе оперативную базу для изучения местной политики и культуры. В том числе путем ведения агрессивных переговоров. Тут-то и пригодились таланты Йоджи и Тами. Не растерявшись во время нападения, Йоджи попал на глаза высокому начальству. И в итоге из резервиста стал старшим лейтенантом и командиром спецотряда, отправленного исследовать новый мир. Ну а потом, как и полагается в такой истории, Итами-сан собрал вокруг себя команду лучших цветов империи. Эльфей Кутуку, волшебницу Лилей и самую настоящую готическую лолиту по имени Рори. Да, с её именем у меня проблемы. Создатели аниме просто как издеваются надо мной. Ну да ладно, наша лолечка к тому же ещё и жреца местного бога. А вот такие пироги. Сразу отмечу, что подобного сюжета в аниме я не припомню. И задумка тут реально крута. Смотреть как наши современники ведут себя в мире средневековья, да ещё и населённым различными фэнтези-существами, да и магией не обделённым на худой конец, несомненно очень интересно. И очень круто обыграна огромная разница в технологическом развитии. То, с какой лёгкостью армия самообороны крушит из пулемётов толпы рыцарей и целые орды орков. Смотрится это всё крайне эффектно. Но несмотря на значительное военное превосходство, даже для наших героев тут найдутся противники, которых победить будет не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Этот мир ещё таит в себе немало тайн и загадок. Интересен тут и наш главный герой, что опять же необычно, он тут не школьник, как это обычно бывает, а уже взрослый 33-летний мужик, который, как я уже упомянул, служит в армии самообороны. Единственное, что делает он это лишь ради поддержания своего увлечения. И как вы думаете, чем же он так страстно увлекается? Итами с самой настоящей атаку, который готов отдать последние деньги ради новой манги, или видеоигры на тему фэнтези. То есть, по сути, он попал в мир своей мечты, где тебе рыцари, драконы, прекрасные эльфийки и симпатичные готичные валиты. По сути, всё, о чём только может мечтать настоящая атаку. Но что-то наш главный герой не горит энтузиазмом. Что же касается остальных персонажей, то они тоже мне очень понравились. И, кстати, не думайте, что из-за того, что почти все второстепенные персонажи тут симпатичные девушки, это какой-то там типичный гаремник с безлихими персонажами и полным отсутствием сюжета. Хоть небольшая доля Этти в нём всё же есть, но, насколько я знаю, она намного лайтовее, чем в той же манге. Всё же цензура сделала своё дело. Кстати, цензура нас ещё фактически решила крови. Несмотря на то, что в аниме мы можем наблюдать жестокие расстрелы из пулемётов армии рыцарей, всё выглядит весьма легко визуально. Но я не сказал бы, что это прям сильно портит впечатление. Итак, я немного отвлёкся. Вернёмся к остальным персонажам. Во-первых, по закону жанра все очень разные. Например, три основные девушки волшебного мира, которые прибились на иждивение к нашему главному герою. Милая 165-летняя эльфейка Тука происходит из расы высших эльфов, о которых говорят, что они могут жить вечно. Лилей, 15-летняя девушка, обучающаяся магии. Очень умна для своих лет. И она может послужить мостом между двух миров. И, конечно же, Рори Меркури, апостол бога Эмороя, бога смерти и войны, из-за которой многие любители Лоли разрешили посмотреть это аниме. Хоть я и не являюсь фанатом данной моды, но персонаж получился очень необычным. Всегда одета в костюм готик Валиты, и не остаётся с огромной алебардой, поднять которую обычный человек просто не в состоянии. Несмотря на тяжесть алебарды, мастерски орудует ей в схватке. Хоть Рори и выглядит, как 13-летняя девочка, на самом деле и её возраст, мягко говоря, немного больше. И в схватке она может быть реально жутким противником. Ещё из персонажей мне понравились остальные солдаты из отряда Итами. Хоть и не всех успели раскрыть в должной мере, но их характеры достаточно разные, и каждый интересен чем-то своим. А да, также у персонажей волшебного мира встречается иногда такая отличительная черта этого аниме. Автор, видно, не сильно заморачиваясь, похоже, называл героев различными любимыми ему вещами из жизни. Например, один из главных героев, принцесса Пина Калада. Да, автору явно коктейля хотелось. В общем, человек с юмором и фантазией подошёл к своей работе. Я не помню остальные примеры, но если вы что-то вспомните, пишите в комментах. Хотел бы ещё немного отметить сюжет. Аниме держит интерес на протяжении всех 24 серий, первого и второго сезона. Да, его всё же в последний момент разделили на 2 сезона по 12 серий. Не знаю, зачем это было нужно, при том, что изначально анонсирован был один большой сезон. Но это уже не так важно. Второй сезон я тоже посмотрел, и скажу о его некоторых отличиях. Во-первых, поскольку он вышел спустя время после первого, в нём учли некоторые детали, которые просили зрители. Первое, что сразу бросается в глаза, стало меньше цензуры. Они как будто подумали, а зачем мы её, собственно, делали вообще? Решили немного разыграться. Крови уж точно мы теперь видим намного больше. И да, конечно же, как я мог забыть, то, что больше всего беспокоило мужскую часть фанатов. Почему уши на Куребаяши уменьшили грудь по сравнению с мангой? Да, авторы услышали и этот призыв. И во втором сезоне у неё почему-то сразу немного сменился внешний вид, и достаточно много увеличилось в предней области. Чудеса прям какие-то, анимир. Хотя что я возмущаюсь, это же аниме. Но в целом это хорошо, когда создатели учитывают какие-то просьбы фанатов своего произведения. Ведь мало кто таким может похвастаться. Кстати, второй сезон по сюжету идёт немного размереннее, чем первый. Хотя и в нём есть моменты крутого экшена. А в целом это аниме стало напоминать мне Логин Горизонт. Именно тем, что нам так неторопливо показывают жизнь данного фэнтези мира. А происходит в нём достаточно много, особенно во второй части аниме. Стало много внутренних интриг и заговоров. Мир определённо меняется. Лично мне было интересно наблюдать за этим. Всё больше локаций и больше интересных персонажей. Правда, такие аниме я называю на любителя, так как некоторым может показаться такой ход вещей скучноватым. Но это уже дело вкуса. Будет ли третий сезон, пока неизвестно. Но я на него очень надеюсь. Да и почему бы его не делать? Ведь аниме вышло очень даже удачно. И собрало своих фанатов. Так что остаётся только ждать. Ну а кто ещё не смотрел первые два сезона, вы уже спокойно можете его заценить. Так как 24 эпизода вполне завершают пару арок. Вообще, в данном аниме очень интересно наблюдать именно освоение нового мира. И обмен культурами двух народов. И как я уже сказал, множество политических заговоров. Как в мире фэнтези, так и на нашей стороне. Ведь новую землю хотят освоить не только японцы, но и другие страны. Да, даже русские тут будут. Так что интриг в обоих мирах здесь хватает. Минусов для себя я тут почти не увидел. Но разве что, как я уже упоминал, в нескольких сериях были немного затянуты диалоги. Но и не совсем логичные действия некоторых иностранных спецназовцев. Да, включая русских. Также в аниме очень сочная картинка. Красочный фэнтези мир. Буквально блистает всеми цветами радуги. Очень люблю я такую картинку. Также отмечу дизайн персонажей. Солдаты армии самообороны нарисованы очень натурально. У них маленькие глаза, правильные пропорции. А вот девушкам волшебного мира дизайн глаз сделали типичным анимешном. Более широкий и яркий. Но это выглядит очень красиво, как по мне. Тут тебе выходит этакий контраст. Также отмечу приятную музыку во время всего действия. Не скажу, что запомнились какие-то отдельные треки. Но всё было к месту и когда нужно. А про сцену с вертолётами я вообще молчу. Не буду спойлерить. Но она реально крута. Пишите в комменты, кто думает так же. А вот опенинг первого сезона я удостою высшего балла. Давно я не встречал таких приятных моему слуху треков. Да ещё и видеоряд очень хорош. Я бы отнёс его уже к одному из своих любимых опенингов. Слушаю я его реально часто после просмотра аниме. Во втором сезоне он тоже неплох. Но с первым для меня не сравнится. Подвожу итог, так сказать. Аниме Врата. Там бьются наши войны. Это, по моему мнению, очень достойное произведение жанра фэнтези. Конечно, до многих моих любимых фэнтези сериалов оно немного не дотягивает. Но его я бы с радостью ещё присмотрел в будущем. Плюсов в нём однозначно больше, чем минусов. Тем более, что серьёзных изъянов я не заметил. А за идею персонажей, красочный мир и приятную музыку с классным опенингом, я однозначно поставлю одни плюсы. И, конечно же, она золотая медаль. Это аниме, рекомендованное мною к просмотру. А с вами был Натсу, лейтенант армии самообороны Японии, получается, сегодня. Ну, как-то так. Надеюсь, вам было интересно и понравилось это видео. Тогда ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. Вас ждёт много чего интересного в будущем. И оставляйте комментарии под видео. Да, и небольшой бонус. А то от меня все сигны требуют вконтакте, а я их не делаю. Но я сделаю, обещаю. Вот если хотите от меня сигну, вот прям вот если очень хотите, то заходите в мою группу вконтакте, ссылка есть в описании. И там в шапке будет какое-то время, вот неделю, наверное, висеть, вот пост с этим видео. Вот именно с этим. И сделайте репост себе на страницу. И напишите, хочу сигну от Натсу. Можете что-то ещё от себя добавить. И я обязательно всем, кто репостнит и сделает эту запись, сделаю сигну. В течение двух недель, я обещаю. И всем ещё раз спасибо за просмотр. Скоро свидимся с вами в новых видео. Всем добра. Пока. Сам назвал себя лейтенантом армии Японии. Совсем уже крыша поехала. Да ладно, никто не узнает. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok